Музыка Хрустящие треугольнички в панировке, а внутри нежный тягучий сыр. Это отличная закуска для дружеских посиделок. Для жареного сыра вам понадобится твердый сыр, мука, панировочные сухари, яйца и растительное масло. Ух ты, какой красивый. Да, это сыр гауда. Мы нарежем этот кусочек треугольничками. Шесть брусочков у тебя должно получиться. И теперь важный секрет. Для того, чтобы на сковороде не получилась каша из сыра, сыр нужно положить в ледяную воду. В воде сыр охладится, и панировка потом легче пристанет к нему. Для этого нам надо взять мисочку и лед. Так, и закидывай теперь сыр. И сыр должен провести где-то там в воде 5-7 минут. Поэтому я предлагаю начать веселиться не откладываться. Давайте. Ни одно праздничное мероприятие, встреча не обойдется без игры крокодилов. Правильно? Давайте. А что это за игра такая? Раз ты новичок, а новичкам всегда везет с тебя и начнем. О боже мой, я позорюсь всем, Надя. Мы должны будем показывать название сыра. Ой, глянь, это я как это изобразить. А мы с Валерой не видим. Не показываю никому. Письмо. Печать. Пармезан. Стоп, стоп, стоп. Он показал. Венский? Это типа нет. Австрийский? Венский? Это завещание, правильно? Нет. Не неткой. Рецепт. Укололся, умер. Угу. Сыр умер. В какой стране? Ну, в принципе, в любой стране можно умереть, логично. Курит, курит. Итальянский. А, голландский. Курит, укололся, наркотики. Это эвтаназия была в Голландии принята. Это эвтаназия какая-то. Эвтаназия в Голландии? Разве не было? Как весело с тобой играть. Как весело с тобой играть? Как весело с тобой играть? Эвтаназия в Голландии. Я думал, у меня черный йогурт. Ты понимаешь? Доктор Смерть. Так, давай. Так, ладно. Нормально. Смешной сыр какой-то сейчас. Эфильва, ну, французский. Эфильва башня. А какой французский? Камамбер. А я французский. Гарданзола. Пармезан. Пармезан. Да вы что, с ума сошли? Пармезан это самый известный в мире итальянский сыр. Итальянский. А я тебе казал, что это итальянский. А ты казал мне, это филива башня, это филива башня. Один Голландию с эвтаназией перепутал. Другой Италию с Францией. А ну, Надюшка, жги. Что-то плавится, что-то такое. А что плавится, мы не знаем. А ну еще раз покажи. Нет, 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 нет. Мы не можем понять, Надя. Это, наверное, с орехами. Вы уже сказали. Нет, плавится или что? А что плавится? Не можем понять. А ну еще что-то покажи. Орехи. Орех, наверное. Не, не, не. Курага? Хачапури. Сулагуни в лаваши. Нет, это чурчхэла, ты, Надя, понимаете? Сыр. Конечно, сыр. Чурчхэлы. Я с вами не играю. Я с вами. Я сразу понял, вы поиздевались. Так, повеселились, теперь надо продолжать. Ставим на огонь сковородку. Наливаем туда две столовых ложки растительного масла. Теперь нужно сделать кляр. Берем три яйца и взбиваем их до легкой пены. Надя, а ты возьми две небольшие пиалы. И в каждую надо насыпать по четыре столовые ложки муки и панировочные сухари. Важно просушить сыр, чтобы с него не сползла панировка. Для этого идеально подойдут бумажные полотенца. Они легко впитают лишнюю влагу и не останутся на продукте. А самое главное, что эти полотенца изготовлены из стопроцентной целлюлозы. Поэтому ими можно вытирать даже пищевые продукты. Так, Надюша, держи полотенце. Благодарю. Спасибо. Надо вытащить сыр и промокнуть каждый кусочек. Готово. И теперь осталось самое малость. Каждый ломтик сыра мы сперва обваливаем в муке. Потом окунаем взбитые яйца, а потом панелировочные сухари. Потом опять в яйца и в сухари. Мука. Мука первый раз. Обмакивай хорошо. Яйцо. Да, яйцо. Панировка. Панировка. Так, опять яйцо. Вот. И сразу в панировку еще раз. Это двойная панировка у нас. Можно. И в сковородку, да. Отлично. И быстро следующий. Там еще место есть. Отлично, да, быстренько надо. Шустро, шустро. Слушайте, я никогда не думал, что работа кулинара такая сложная. Не то, что врачи, да? А ради врача не сложная. Ну, врачи, это как бы... Да, то, что у врачей сложно, это никого не удивляет. Боже, идеально, глянь. Как раз шесть штучек у нас стало. Ой, а пахнет, ребята. Жарим по две-три минутки с каждой стороны. О, подрумянились. Ой, отлично вообще. Глянь, ой, сыр тянется. Ммм. Посилаем тарелку бумажными полотенцами. Для того, чтобы лишний жир туда, значит, впитался в полотенце. И сразу будем пробовать. Насколько быстро мы это приготовили, предлагаю так же быстро это и съесть. Ммм. Ребята, это очень вкусно. Да. Это волшебно. Хрустящая корочка. А сыр тёплый и тянется. Вкусно и главное быстро. Остановиться невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова